сегодня будет обзор фильма по мотивам некогда хорошего сериала первые сезоны которого я действительно считаю неплохими я даже когда-то делал обзор данного сериала можете найти на канале где говорил об этом подробнее но вот с фильмом история совершенно иная близится новый год друзья я решил подпортить вам новогоднее настроение и так фильм полицейский срублевки новогодний беспредел как вы понимаете фильм хоть и окутан чарами нового года никакого праздничного настроения он не создаст скорее наоборот после просмотра хочется сесть в танк и разнести кинотеатр но это незаконно поэтому меня есть вариант получше который скрасит негативные эмоции после просмотра этого фильма и создаст вам новогоднее настроение новогоднее наступление world of tanks world of tanks очень популярная игра которая за многие годы своего существования стала классикой более 500 единиц бронетехники захватывающие бои разнообразные карты леса реки пустыни заснеженные города глубокая прокачка техники и высокий уровень графики с детализированными моделями танков world of tanks интересно играть как одному так и с друзьями а сейчас в игре подходит долгожданное игровое событие новогоднее наступление праздничный ангар с различными атрибутами нового года елка снеговики ходе выполнения боевых задач и украшения ангара в нем постоянно появляются снегурочки каждая из которых представляет четыре вариации праздника классический новый год рождество восточный новый год и волшебный новый год все это еще глубже погружает в атмосферу праздника все кто зайдут в игру новички и те кто уже играл получат подарок премиумный французский танк аймер 35 во время новогоднего наступления действует ускоренный прогресс поэтому прокачаться можно быстрее и эффективнее а те кто решит принять участие праздничные лотереи получат шанс выиграть двуствольный танк в общем сейчас самое подходящее время чтобы начать играть если раньше не играли вовсе почему потому что при регистрации по ссылке из описания новички получают бонус 400 тысяч кредитов легкий премиум танк т2 л.т. и неделю премиум аккаунта заходи в игру и вступай в бой фильм начинается будто сказка здравствуй дорогой зритель я расскажу тебе новогоднюю сказку ну и бредятина ну то есть нам по быстренькому рассказывают что же было в сериале до того как он еще стал фильмом видимо специально для тех кто его не видел и случайно попал в кино вот они наверное реально охренели ведь даже с этими пояснениями понять все равно особо ничего не получится сам же сюжет начинается с того что якоблев записывает новогодние обращение дорогие друзья на пороге новый 2019 год как начальник отдела полиции барвиха северная хочу поздравить всех жителей рублево-успенского шоссе и сказать очень важные для меня слова запомните их в недрах тундры выдры в гетрах тырет ведра ядры кедров вытру гетры выдры морду измайлов мразь шутка честно скажем ну так себе ну вот совсем так себе но создатели видимо решили что это ну настолько сука смешно что одна и та же шутка влезет два раза подряд дорогие друзья наступает новый и очень важный для всей альфа-центавры 3141 год ну ты дурак или нет нет ну вот вы серьезно сейчас никогда слышите никогда в новом году ничего хорошего не произойдет потому что у вас нету духа праздника вот у меня все будет хорошо а у вас все будет плохо потому что вы демоны и петушары с новым годом вот честно сказать попади я на этот фильм в кинотеатр он бы тоже дух праздника вокруг меня не создал скорее знать такой душок оказывается что правительство приняло решение сократить один из отделов полиции в арвихе и конечно же все думают что это будет именно отдел в котором несут свою доблестную службу наши герои почему спросите вы потому что бутерброд все герои конечно же думают как избежать увольнения почему не считают что их после того как отделение расформируют уволят я не понимаю по логике их должны отправить в другие отделения нести службу но это ладно так вот чтобы их отделение не расформировали они придумали как избежать увольнения в их тупые головы приходит соответствующая мысль они решают повысить раскрываемость спокойно не спешите зашивать себе карманы наркотики они к счастью никому подбрасывать не будут они сами ограбят банк и сами раскроют это преступление логику видимо они позаимствовали у какого-то озабоченного и забитого школьника у которого очень большие проблемы с противоположным полом мол сам себе не поможешь никто не поможет самим ограбить банк чтобы самим раскрыть ограбление этот довольно вялый с точки зрения актерской игры диалог прерывается ведь карманник под уебанскую музыку ворует кошелек у кого-то в толпе и нас ждет двойная отсылка греча гроза а 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 то самое откуда они берут эту музыку короче эти чертовы менты испортили людям праздник расхоеначив елку тем временем нас продолжают бомбардировать отсылками пока яковлев сначала растекался по дивану а потом видимо пытался представить себя в роли главного героя фильма эйс вентура и так как я уважаю этого актера надеюсь он когда-нибудь выберется из этой жопы и будет сниматься только в хорошем кино помнишь брата моего он раньше магазин нижнего белья был сейчас он массажный салон открывает можно к нему если что службу безопасности чё несешь что наташ ты ты вообще что ты мне без пяти минут генералу предлагаешь рукоблудня охранять что ли да ты хоть представляешь вообще что там происходит в этих массажных салонах у нас вон один после работы пошел массажный салон на кушаточку прилег и опомнился только тогда когда холостыми детьми потолок выстрелил после разговоров о дрочке в массажном салоне которые вообще-то нахрен тут не нужны мы попадаем в кафе где измайлов принес несколько вестей бывшей проститутки во первых он рассказывает что решил жениться на алене а еще спрашивает будет ли она изображать из себя снегурочку когда они всем отделением будут грабить банк реагирует она кстати на эти вопросы видимо по старой памяти как настоящая профессионалка ну то есть старается не сглатывать измайлов хочет взять в жены алену но то ли сомневается то ли стесняется я так и не разобрал если честно потому что уровень великолепной актерской игры просто зашкаливает на хрен и если честно в принципе насрать на это кому не очевидно что предложение он сделает ближе к концу фильма тут внезапно создатели вспоминают что это же все-таки комедия в сериале например весь юмор держался на яковлеве поэтому они тут снова абсолютно не к месту опять же вставляют сцену в которой яковлев якобы выигрывает в лотерею всех с наступающим новым годом и я сегодня с вами чтобы назвать шесть цифр которые могут взять джек-пот уходящего 2018 года и сегодня выигрышные номера в мега лото ну давай 18 дай мне еще раз под сроку то напоследок 4 8 15 16 23 и мега номер 42 ты сыграл цифрами в лотереи да так нельзя было открыл ящик я что нельзя было написать это не остановишь ты понимаешь беги от них это не остановишь конечно же он сразу же распланировал как у него все будет зашибись когда он заберет выигрыш на туча увольняйся с работы а да точно ты работаешь я забыл ну тогда устройся на какую-то работу и срочно увольте с нее нахрен потому что мы с тобой на нашем новом майбахе едем с антропе пить шабли тороплюсь все желания выполнять хоть приходится порою нелегко и давно уже пора вопрос поднять чтоб за вредность мне давали молоко от века я не отстаю все время что-то достаю но в итоге естественно выясняется что он ничего не выиграл это был розыгрыш но только не лотерейный розыгрыш а розыгрыш который подстроил измайлов да ничего ты не взял володь разве только что на клыка смысле я сфоткал твой билет узнал номера записал видос встроил в телек чип с таймером ну чтобы вот определенное время вместо канала видос шел так это давно было а создатели уже в открытую и в наглую тырят гэги из других фильмов я могу играть так весь день вот это уже кстати нельзя назвать отсылкой все вот эту нахрен ненужную и и ну вот ну ни капли не смешную сцену не вытягивает даже от игрыш бурунова это настолько плохо но это просто срань глупая и не смешная короче все полицейские собираются в темном помещении и обсуждают план ограбления но создателям видимо было лень придумывать хоть какой-то интересный план ограбления зато будут отсылки вообще круто ты конечно все обставил склад этот снял реально как бешеных сах прям чё ты сказал извини не догнал нельзя повторить до весь план заключается в том что они просто ворвутся в банки будут всем угрожать оружием нет ну это просто гениально а ну еще они переоденутся в новогодние костюмы ведь это фильм к новому году же раз два три сюрприз ты похитил ирландского карлика но перед ограблением нас перенесут в школу где возлюбленная мухича вот эта барышня та единственная в мире женщина которая умудрилась проиграть в модный приговор обучать детей литературе а он решает ее оттуда выкрасть ведь отделение все равно скоро разгонят поэтому вообще какая разница что делать она не боялась как сказочно дышать как звезды бессмертно отъебитесь блять от пушкина ну хотя бы на новый год сука короче вытягивает он ее и школы под предлогом вымышленного изнасилования но не в том смысле что он ее будет насиловать понарошку ей предъявят фейковые обвинения в изнасиловании вы задержаны по подозрению в изнасиловании все это нужно для того чтобы ее увести в путешествие хотя после вот такого единственное путешествие в которое она сможет отправиться это наверное путешествие по психиатрам и разного рода антидепрессантам тем временем яковлев с женой идут за сестрой измайлова которая беременна и которой скучно пришли они чтобы пригласить ее к себе это что за пришествие одевайся мы забираем тебя на новый год открой эта сцена снова длится просто ну неприлично долго уже стал засыпать не только я и все зрители но еще и герои внутри фильма блин на работе сутками я помню как одиноко ника конечно же отказывается и тогда яковлев спускает в ход самый железный аргумент через 15 минут не будешь стоять одетый в прихожей что ты мне сделаешь? я начну петь что за бред? позабудь об этом дне спор не нужен никому не читай аннотации мне мало это ни к чему и ника конечно же вынуждена согласиться нельзя ладно полоть музыку выруби нет бидор ответ вот здесь если честно охренели не только герои внутри фильма но и я лично то писал сценарий и эти шутки пятиклассник у которого мозг прилип к интернету интересно шутки про 300 от соси у тракториста будут или нет? или какую вы там еще хуйню смогли типа весело и смешно зарифмовать? еще интересно как выглядел трейлер этого фильма мол приходите будет смешно клянусь сердцем матери а герои в этом фильме курят интересно в затяг а то вдруг рак губы заработают нет ну вот вы серьезно вы серьезно? если среди вас есть те кто попал на это в кино напишите пожалуйста в комментариях над этой шуткой хоть кто-то в зале посмеялся если да то как говорится узнайте родителей этих ублюдков узнайте этих ублюдков ну вы поняли другие герои нарядившись в новогодние костюмы зарядив оружие холостыми патронами врываются в банк и не будет ничего интересного и смешного далее зато снова будет ебучая отсылка всегда мечтала сделать как криминальный в четыре знаете чтобы фильм полицейские с рублевки новогодний беспредел выглядел максимально ничтожно я вам сейчас покажу сцену из оригинала и пожалуйста обратите внимание на актерскую игру а теперь кадры в которых участвует наш будущий оскарнося тоже обратите внимание именно на актерскую игру а вот никому не двигается это ограбление если хоть одна пазла дёрнется я завалю вас нахрен всех до одного есть же вот это чувство вот такое чувство что тебя пытаются накормить дерьмом правда вот тем самым дерьмом из которого по всей видимости деланы эти максимально дешево выглядящие декорации оказывается что в хранилище было куда больше денег чем они думали целый блин миллиард а какого хрена их так много? олени! нужны еще мешки! черные глаза вспоминаю умираю черные глаза в чем дело? все нормально просто кошмар приснился тем временем Яковлев с женой и Никой застряли в лифте и выбраться им оттуда даже животворящий крест не помогает у меня боясь самцах пространств! ты что? с каких пор? замуровали замуровали демоны Яковлев кстати говорит что во всем виноват подрастающий Измайлов в животе Ники все усиливается там же там же второй это омэн омэн Наташа сам ты омэн болот говорит он это уже не первый раз послушай меня внимательно это очень плохое сочетание имени и фамилии че ты чувствуешь им пахнет? апокалипсис я вот только один не понимаю по логике двойной Измайлов получился бы если бы Ника сестра Измайлова была беременна именно от него или погодите я чего то не знаю в этом фильме знаете ли может быть всякое например Яковлев находясь в просторном лифте станет чуть ли не умирать от клаустрофобии чтобы как то успокоиться нажрётся бухла решит поссать меж дверей лифта ему прибьет то самое место из за этого ему сделают обрезание Я бы рекомендовал в избежание возможных неприятностей небольшую процедуру. Какую еще процедуру? Обрезание. А Ника решит, что евреями не рождаются, а становятся именно после вот этой процедуры. Шалом, Володь. Еврей! Если вы думаете, что обрезание как-то повлияет на сюжет, то во-первых, к счастью нет. Во-вторых, да, это сцена ради сцены, которая просто тянет, сука, хронометраж. Кого она развеселить способна, я даже не знаю. Длится она, к слову, практически 15 минут. Яковлев узнает, что произошло ограбление банка и понимает, что это шанс сохранить отделение. А как раз по плану придурков он и Мухач должны расследовать это дело. Яковлев перехватывает Мухача прямо на перроне и мы узнаем, что проводницы и шлюхи это практически одно и то же. Я никого не осуждаю. У меня у подруги вообще муж к соседу ушел. Слушай, ты-то откуда здесь нарисовалась? Ты в курсе, что проводницы занимают второе место по венерическим заболеваниям среди всех профессий? А первые кто? Проститутки! Оказывается, что деньги были украдены у владельца фармацевтической компании. И Яковлев на пару с человеком, рядом с которым ты точно не переживешь голодный год, отправляется к нему. Живет этот богач, кстати, в таком доме... Как бы его описать? Ну вот, если бы Эрмитаж трахнул сельскую модницу, она бы родила вот этот дом. Интересно, сколько такой стоит? Полтора миллиарда. Остальные менты тем временем подбрасывают Яковлеву подсказку. И высококалорийный мент вместе с ним мчатся к гаражу, в котором лежит следующая подсказка. Чё у нас там по плану? Гараж скроют, найдут следы протекторов. Наши костюмы и пачку денег типа обронили. Яковлев станет искать ближайшие видеокамеры. И на одном из перекрестков наткнется как раз на этот фургон с номерами, которые приведут его к человеку, прописанному в небольшом домике. А почему деньги нельзя было спрятать прямо в этом гараже? Они бы их нашли, дело раскрыто. Что, блять, за головоломки какие-то ебаные? А, ну понятно, тогда бы хронометража не хватило. Они очень обрадовались тому, что нашли, поэтому идут торжественно отпраздновать это в шаурмичную. Яковлев отказывается это жрать, а Мухич вынужден это съесть. Здравствуйте, а у вас есть шаурма? Сейчас сделаем, уважаемый. Конечно же, ему припекают в туалет, а бумаги поблизости не оказывается. И он пускает в ход купюры, которые обнаружились на месте преступления. Ведь до этого он на них пытался купить своей даме сердца серьги. Но деньги оказались фальшивыми, поэтому их не жалко. Да ладно, мы их и так поймаем. И тут я охренел от происходящего еще раз. Кстати, массовка достаточно неплохо танцует. Правда, вразнобой, сука! Я просто похлопаю. Полицейские проверили весь миллиард. И все купюры оказались фальшивыми. Сюда как раз доставили Мухича. И все проясняется. В купюрах был наркотик. Они даже повторно провели эксперимент, чтобы это проверить. В общем, это большая афера, наркокартель и одновременно удача. Ведь сейчас они раскроют это дело и отдел не расформируют. Да и к тому же хозяин этих денег похитил Кристину. В общем, вся туса отправляется туда. И завязывается перестрелка. Но так как деньги фальшивые, то и перестрелка будет фальшивой. В том смысле, что полиция стреляет преступников холостыми патронами. Патроны-то холостые! Так и остались в ограблении! Но ничего, они ворвались в дом, где нас еще раз изнасилуют унылыми, длинными, тупыми диалогами. В ходе которых выяснится, что это сынок-олигарха все устроил. Ведь он ненавидит деньги. Деньги, мол, это фальшивое удовольствие. И он все это затеял, дабы подарить людям настоящую радость, волшебник хуев. Вот я и подумал. А что если деньги принесут людям радость, ну, впервые в жизни по-настоящему? Сделав из них вещества? You're goddamn right. А заканчивается вот эта сцена вот чем. Вот что это за херня? Все же режиссер, видимо, понял, насколько этот паренек хреновый актер. И такой сказал ему, напрягись, как только сможешь. Надеюсь, что все-таки нужный сосудик у него лопнет. И актерская карьера этого дарования, как и жизнь, собственно, закончится. Но план провалился. Ладно, неважно. Хэппи-энд. Новый год. Все счастливы. Измайлов прямо перед задержанием еще сделал предложение своей возлюбленной. Она, конечно же, согласилась. Ника помирилась со мужем и родила. Володя! Все счастливы, кроме нахуй зрителей, которые пришли на это в кино или смотрели по телевизору этот замечательный фильм. Но вообще, если так по-честному говорить, авторы настоящие художники. Прямо как Пьеру Монзони. Натурально продали говна зрителям. А если серьезно, то это просто не смешная и неинтересная картина, которая просто выдает себя за комедию, хотя таковой не является. Это изнасилованные образы, которые были хороши в первых сезонах сериала и умерли там же. Но создатели вытащили их трупы, изнасиловали их еще раз и пустили заснятый на видео акт в кинотеатры. Причем видно, как в некоторых местах им именно нужно было просто добить время для хронометража. А событий не хватало. Поэтому некоторые диалоги ни о чем длятся по 10 минут, где мусолят одно и то же просто. Это картина, которую я настоятельно не рекомендую смотреть не только в канун Нового года, а вообще. К слову, такая же печальная история произошла и с самим сериалом, к которому мы, возможно, еще вернемся. Ведь то, во что они превратили неплохой когда-то сериал, это действительно настоящее убожество. Но в этом как-то в другой раз. Ведь это уже совсем другая история.